Девушки отдыхают Мы... Я и Бета... Наверное, ты слышала? Да. Я продолжаю удивляться сложности человеческих отношений. Пусть неприятные обстоятельства и привели вас к ссоре. Я всё же рада, что вы разрешили конфликт мирно. Ну, две головы лучше одной, да? Да, это верно. Ты готова отправиться в котёл Близнецы? Или хочешь обсудить что-нибудь ещё? Так вот, о Бете... Раньше я не понимала разницу между нами. Теперь да. Она ведь всю жизнь была одна. Вам обеим в жизни пришлось нелегко. Трудности у вас были очень разными, но одинаково непростыми. Для меня вы обе чудо сотворённое Элизабет Собек. Как и ты... Ты тоже настоящее чудо. Все эти данные, что я нашла в древних бункерах и руинах... Никогда не думала, что кто-то ещё сможет их увидеть. Согласно моим наблюдениям, твои спутники часто обращаются к тем материалам. Эрэнд, неоднократно спрашивал о вечеринках на день рождения. Его озадачил обычай подавать в этих случаях сладости. Потому что он идёт в разрез с обычаем Азерам подавать крепкий эль. Также он предложил устроить сюрприз-вечеринку именно для тебя. Пожалуй, обойдусь. Так я и предположила. Теперь, когда эфир Посейдона Диметра с тобой, биосфера уже лучше? В этом регионе условия улучшились. Аномальные бури стихли. Большинство водоёмов очистилось. А почва вновь стала плодородной. Всё это позволит природной среде продержаться на несколько месяцев дольше. Ну, если нам повезёт. Скоро у тебя будет эгефест. С ним ты сможешь восстановить биосферу, правда? Верно. Я смогу разработать и произвести новых роботов, которые сумеют ликвидировать нанесённой планете ущерб. А Каталла уживается с остальными? Вполне. Хоть и предпочитает оставаться в одиночестве. Он систематизирует данные о развитии боевых машин и серьёзных битвах времён Чумы Фару. Чтобы более детально воссоздать полную карту Операции Свобода. Думаю, он намерен изучить тактику боя древних армий. Интересно взглянуть. Кажется, он считает это личным делом. Он настойчиво отклоняет мои предложения помочь в исследованиях. А как дела у Альвы? Сразу же по прибытию, Альва принялась изучать данные архива. Её особенно заинтересовал один файл, с информацией о бытовой машине, созданной для поддержания порядка в жилых помещениях. Я сообщила ей, что после получения способности Гефеста, я смогу создать для неё такую машину. Она будет рада. Когда я отправилась на поиски твоей копии, я не думала, что мы сможем так общаться. Среди друзей. Это импровизированное обучение сильно изменило их всех. Варл предложил организовать подобное обучение для представителей местных племён. Как только биосфера будет восстановлена. Да, это неплохая идея. Если преподавателем будешь ты, конечно. Меня удивляет одно. Как Тед Фарос мог создать допуск уровня выше, чем у Альв? Элизабет оградила проект от его посягательств. Вероятнее всего, он поручил своим инженерам создать лазейку в систему Нового Рассвета. И скрыл это от Элизабет. Моя предшественница вообще не знала об этом, пока Тед Фара не уничтожил базу данных Аполлона. Это уязвимое место проекта. И с его помощью мы захватим Гефеста. Лаборатория, где я нашла Диметру, входила в агрономический комплекс Фару. Там они придумали преобразование биомассы и адамантовый венок. Элизабет знала об этих работах. Судя по всему, она была в курсе других попыток победить Рой Машин. Но всё внимание уделяло только Новому Рассвету. Логично. Но они же доделали свои венки. Если бы они успели применить их против чумы Фару... С помощью найденных тобой данных, я провела несколько симуляций и пришла к выводу, что их ожидал провал. Во всех возможных сценариях, боевым машинам Фару удавалось вовремя взломать и отключить венки. Рой всё равно победил бы. Значит, только Новый Рассвет им мог помочь. Я нашла данные в одной из открытых комнат. Там сказано, что под этим объектом спрятаны банки семян. Зачем они? Моя предшественница должна была насытить биосферу первичными и вторичными видами растений. Если бы всё пошло по плану, в дальнейшем люди могли бы сами засадить земли растениями третьего порядка. Мы можем это сделать? К сожалению, в данный момент нет. Чтобы приступить к высадке запаса семян, мне понадобится контроль над новыми машинами. А для этого нужен Гефест. Тогда займёмся этим позже. Что будет с этим местом в наше отсутствие? Все системы этого объекта продолжат работать. Минерва больше не будет скрывать объект, и его можно будет легко обнаружить. Но без моего присутствия он вряд ли привлечёт внимание. Будем надеяться. В Оранжереи мы нашли много информации о сельском хозяйстве. Как думаешь, её хватит, чтобы спасти земли Квен? Запускаю анализ. Готово. В данных содержится много знаний о новейших принципах земледелия, которые пригодятся племени в перспективе. Но богатый урожай не спасёт весь мир. Это наша задача. Верно. Что ж, я нашла Фивы. Как думаешь, что бы Тед сделал, если бы сумел продлить себе жизнь? Он убедил сам себя, что должен возглавить новое человечество. Учитывая примитивность современных людей и наличие у Теда допуска Омега к системе терраформирования, скорее всего, он подчинил бы себе одно или больше племён и стал бы для них божеством. Понятно. Я рада, что этого не случилось. Кроме Геи, Прайм и Фив, был ещё один подземный объект, запечатанный до прихода чумы Фару. Элизий. Там сотрудники Нового Рассвета и их семьи хотели прожить остаток жизни. Что с ними стало? Планировалось, что Элизий сможет поддерживать жизнь сотню лет. Но, по моим данным, объект был отключён гораздо раньше. До них добралась чума Фару? Неизвестно. Моя связь с объектом прервалась неожиданно. Ну что, народ, пора выдвигаться. Я всех соберу. Моя связь с объектом прервалась. Моя связь с объектом прервалась. Моя связь с объектом прервалась. и готова подключиться к сети котлов. Я рада слышать тебя. Эрент и остальные, запускайте генераторы. Я у котла. Эта штука моргает. Так и должно быть. Я на позиции у котла, и мой генератор тоже моргает. Значит, они работают. И мой тоже. И я на месте. И мой. Хорошо. Выход на связь, когда закончим. Отбой. Гея. Поймаем зверя. Подключаюсь к сети котлов. Элизабет Собак, Альфа Прайм. Активирую доступ Омега. Элизабет Собак, Альфа Прайм. Активирую доступ Омега. Доступ подтвержден. Запускаю алгоритм сдерживания. Критическая угроза. Действия покинуть устройство. Применяю контрмеры. Применяю контрмеры. Блокирую. Подключаю внешнюю связь. Работает. Ему некуда бежать. Захват неизбежен. Чрезвычайный протокол 13F. Что? Что это? Обнаружен вирус. Пытаюсь ликвидировать. Удержание неприемлемо. Уходит. Смотри. Объект захвачен. Активирую защитные протоколы. Приказ уничтожить. К нам направляются машины. Готовьтесь. Они здесь. Варл, останься. Защищай Бэтл. Понял. Береги себя. На протяжении всей игры Варл. Варл, останься. Варл, останься. Так, кто у нас здесь? О-о-о. Ну, это тяжелая артиллерия пришла. Это вообще кто это? Бегемот. Чем ему туда настреливать? Отбойником? Кислотой? Пытаюсь, мать. Так, отбойником. Да, хорош. Отлично. И второй также можно сделать. Не успел. Ну, а ему ничего это не дало. А этот просто не перезарядил. Я и не такие машины валил. Это я тоже? Уводи его от Бэтты. Да пошел ты в задницу. Да пошел ты в задницу. Врагов больше не осталось. Вы оба в порядке? Пока живы. Элой. Гефест не может сбежать, но похоже отступил... Вглубь комплекса. Я вытащу его обратно. А я пока починю разбитое ядро. Бей. План просто идеальный, да? Ну, он таким казался. Интересная ситуация получилась. А я просто прыгнул. Я не мог никуда уйти. Я пытался запарить назад, но там не было возможности. Надеюсь, что сохранение после боя, потому что иначе это будет кринж. Сохранение вообще что происходит? Почему черный кран вижу? Игра не понимает, что происходит. Здесь не предполагалась смерть. Никто не думал, что Элой будет бежать. И увидит мост, и побежит по мосту. Видимо, так было. И? Ну, игра, в общем, вылетела успешно, но сохранение здесь. Так, просто полет должен был быть отсюда. Смотри. Вот, вот, хоп. Элой, я подключилась к твоему визору. Предупреждаю. Из следующего цеха идет мощный поток энергии. Спасибо, что сказала. Я почти на месте. Это какой-то сборочный цех. Гефест точно что-то задумал. Что за машину он пытается собрать? Не знаю. Но хочу помешать. Эти железные транспортеры должны привезти меня на склад материалов. Уверена, там и прячется Гефест. Надо найти убежище Гефеста. Похоже, здесь несколько путей. Посветить автономную защиту всего, конечно. Это звучит пугающе. Попробую проехаться по рейсам. Пройти выше счета. Машинка. Элой. Мне удалось подключить большую часть компонентов, но... Энергопроцессор разбит. Если мы не придумаем... Ладно. Но как мне выгнать отсюда Гефеста? Рядом с центральным лафоном должен быть узел. Перехвати его. Спасибо, Бета. Возможно, сперва надо убрать машину. Эту машину можно поджечь. Клинарыл. Высшая машина. Такие машины, говорит, опаснее. Ну, как правило. Три-два и Би-шестьдесят три. Активирую контрмеры. Допускаю вторичную оборону. Зарушитель будет излюблен. Чудесно. Еще машин в пути. Бета! Гефест отрезал меня от узла! Есть идеи? Попробуй помочь им! Что же это скрябочное? Которые вообще не получают урона в ближнем бою. Это как так? Она стала хрупкой! не туда что ж такое всю броню сбил разобралась я подключилась к сетевому центру ядра и сумела отобрать у ефиста контроль над узлом теперь можно его перехватить отлично спасибо устранение неизбежно начинают что ж это ему не поможет предохранители энергопровода сняты отлично гефест покрыл пол плазмой надо как-то перебраться элой подходят еще машины скажи мне что ты уже заканчиваешь скоро буду и я тут тоже едва отбиваясь от машин эрэнд столько упускает элой кажется у меня получится обойти цепь но мне нужно что-то для крепления модуля подачи крепление от корпуса машины подойдет точно или световая отлетка и можно усилить цилиндром переработки для повышения проводимости думаю думаю получится элой думаю можно прокатиться на одном из транспортеров ой не нравится мне эта комната еще ладно пора выгнать отсюда гефест перехвати управление местным узлом поняла ну тут она не сделала ай ой ну типа она вошла в анимацию она на него упала но не ударила ну хоть так охрененно просто теперь главное все знают что я здесь мммм кайф а 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 Ага. Так, а теперь сюда. Это отстрелить, это нахрен взорвать. Куда к ней надо вниз? Это самая хреновая идея. Твою мать, надо большого убирать. Твою мать, надо большого убирать. Лезь, 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 лезь. Ну что, каждый раз она тупит просто. Вот она цепляется за что угодно и тупит просто по, не знаю, полторы секунды. Так, где эта хрень? Где он ходит? Вот он. А, там была одна стрела. Готово. Доступ к узлу есть. Можешь перехватить его. Молодец. Это ты молодец. Устранение неизбежно. Отступает сборочный цех. Один. Отлично. У Гефеста кончаются укрытия. А, Элой? Я только что засекла мощный выброс энергии в сборочном цехе. Там что-то происходит. Тут тоже. Все светится. Машину. Он еще собирал гефеста. Похоже, он ее закончил. Я была. Очень мощная. Я почти закончила починку ядра. Может... Может нам прийти к тебе? Я бы могла отвлечь машину? Нет, Бен. Оставайтесь там. Хорошо? Я возьму машину на себя. Терзач. Холод. И вода. Быстрее. При этом, пока он подзаряжался, я сбил ему больше половины. Сейчас мы и плазму ему надаем. Не волнуюсь. Понял? Ну куда ж ты прыгнул? Влагах вам много. Мои атаки не наносят урона. Ага, потому что это плазма, а он и так плазма. Смысл есть. Да, господи. Это все еще наносит урона. Так, и надо продолжать просто бить холодом. Вот и все. Ты справилась! А... Перехвати управление еще одним узлом. Ладно. Ждите. Отправляю Гефеста к вам. Хватит прятаться, Гефест! Отступаем ядро комплекса. Есть! Гефест вернулся в ядро! Не выпуская его. Я возвращаюсь. И мы сможем начать слияние. Благодаря тебе, Бетта. Хорошо, что ты с нами. И тебе, Варл. Мы бы... Не смогли ничего сделать без тебя. И без тебя, Элой. Снижаюсь? Элой! Я... Я обошла цепь. Ядро стабильно. Гефест захвачен на сто процентов. Тогда скорее начнем слияние. Все готово. Гея, установи соединение. Готово. Так. Для завершения. Надо удалить вредоносный код из Гефеста. Аккуратно. Субтитры подогнал «Симон» Элой, смотри! Субтитры подогнал «Симон» Нам пришлось за тобой погоняться Эрик, хватай бету И по пути раздави эту букашку И по пути раздави эту букашку И по пути раздави эту букашку И по пути раздави ее Теперь повеселимся, да? Нет! Элой! Наконец-то. Тильда, готовь Гею и Гефеста к транспортировке. Тильда! Не могу. Тише. Еще не все потеряно. Тильда! Ты что выворяешь? Эрик! Да я ее не вижу! Бетта! Варва! Где я? Проснулась? Тебе досталось, когда Джерард попал в тебя? Наверное, тебе все еще очень больно. Здесь мы в полной безопасности. Другие нас тут не найдут. В смысле, другие Зениты? А ты Тильда. Я не знала... Говорила ли бы это обо мне? Она жива? Жива. И пусть она не там, где ей хочется, пока ей ничего не грозит. Нам нужно придумать, как ее вернуть, но сперва ты должна прийти в себя. Как будешь готова спустись по лестнице и зайди ко мне. А я пока приготовлю завтрак. Завтрак? Ладно. А Вальс мог выжить вообще? У него не было задания, на это нельзя было никак повлиять. Но мы не уверены, что он мертв. Аккуратно. Тут Тильда, которая что-то придумала. Она вроде как на нашей стороне. Может быть, она как-то успела ему помочь. Это будет очень тупо, если он просто умирает. Но у него не было его задания. Я не знаю, как я мог на это повлиять. Мне кажется, никак. Субтитры сделал DimaTorzok